посмотрите какой большой ходит ворон наверное хозяин жизни пошел пошел машина подъехала он даже не улетел ведь ничего не боится ребят я пытаюсь выйти из квартиры а у меня сосед вот здесь вот ходит и ходит и мне совершенно не хочется встревать разговоры похоже он меня увидел даже рукой помахал не знаю как это возможно потому что шторы как бы закрыты он уже и наш мусорный бачок таскал он уже на почту сходил но здесь почтовый ящик он все время заглядывает по нашим окнам но ему хочется общение это пожилой человек я понимаю но мне это общаться не очень хочется в общем мы идем гулять всем привет я сегодня настроена поныть немножко у нас плюс 22 градуса но большой ветер и меня честно говоря морозит я накинула вот эту кофту она очень мягкая на ней не было пуговок я сама здесь сделала петельки нашила пуговки те которые нашла но решила обновить еще сумку а вот и мерила сегодня даже температуру почему такая кофта потому что хочется закутаться меня почему-то сегодня морозит целый день температура нормальная я себе сказала света хватит тебя жалеть хватит ныть собирайся иди на улицу два дня подряд у меня муж гулял с собакой и немножко так расслабилась ну кое-что успела дома переделать так я надеюсь он к себе зашел думаю этот мой сосед замечательно не этот хорошие люди просто хочется сейчас втыкнуть наушники себе лучше идти слушать английского совершенно не хочется общаться ломает как-то тело поэтому я взяла сегодня в руки градусник не знаю может не не додержала спину натерла 5 этим бальзамом наверное старею ладно идем и нем малыш мнение не идем гулять идем будем прыгать и бегать пойдем да и всем спасибо за хорошие коменты я вчера почитала сегодня еще коменты не читал всем вчера поставила сердечки но лично каждому ответить не всегда успеваю поэтому еще раз огромное спасибо за ваши теплые слова за поддержку моего канала пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно все кто новичок зашел на мой канал подписывайтесь не жалейте лайки так буся уже достает меня ему не втерпешь слушайте поменял вот это вот пластмассовую штучку решила сегодня немножко обновить но наверное она будет сильно тарахтеть может быть придется старую тряпочную нацепить и как вы заметили у меня новая вот эта вот сумка у нее все поместилось тоже захотелось как бы знаете она более легкая она стирается более светлая не черная помните у меня такая черная бедровка была она мне немножко под надоело я ее брошу в стирку по цвету не очень-то подходит да здесь голубого нет такой сероватый цвет на этой сумке ничего будет такое яркое пятно вам не черная футболка черные штаны соседку будто бы зашел домой можно тихонько пробежать сейчас выйду может быть жарко на улице идем идем усинок так ну такое в тени прохладно на солнце жарко дерево показываю это замечательная красивая уже спать начинается начинает видите как розовые дорожки мусор естественно какая-то гадость выпустила пойдем гусянка куда идем иди сюда иди сюда туда пойдем иди так надо телефон взять чтоб у меня ручка не лезла в камеру уже кучу соседей по встречала всем надо поумыбаться ветерок до слышно пусть ряда машина едет блин давай назад на всей скорости так что я себе уже взяла за привычку как бы себя не чувствовала хорошо плохо какое настроение выспалась не выспалась выходишь на улицу недовольную недовольную морду дома оставляй выходишь за двери и улыбаешься как цветет все смотрите белым камнем усыпали вокруг дерево как нарядно стало я кстати хотела купить такие камни заказать как бы состоять него этот пожарка стоять передернуть нужно поводок его гуся стоять так что еще раз повторюсь выходишь за двери за порог своего дома и улыбаешься потому что это не украина здесь тебя не поймут с перекошенной физиономии потому что здесь люди у каждого своя история свои ощущения свои какие-то проблемы все равно привет приветливые и улыбаются здороваются так что чтобы не показаться монстром недовольным и не выделяться из толпы надо улыбаться всегда это в принципе хорошо причем они же не просто улыбаются ничего что-то говорят приятненько пусть и пойдем пока машин нас пропускают тоже приятно очень я надеюсь что там уже можно ходить там где была химия посыпана пестицидами стоять сегодня новости посмотрела знаете так же мы были в гостях разговаривали люди сходятся на том как осочертела вся эта война всем потому что весна потому что скоро лето сезон отпусков опять же эти праздники пасхальные были да и и уже войной вообще украиной россии интересуются все меньше и меньше по крайней мере в штатах выборы в двадцать четвертом году и мне кажется все к этому и сводится что люди от войны устали тоже сказали мои знакомые вот когда мы в гости ходили что с началом военных действий пусть а тут гребет не отходили от телевизора не спали переживали что время звонили родным и близким а сейчас эти страсти он видите уже висят кто это бай не вижу в любом случае появятся вот такие вот плакаты перед выборочные и уже люди как-то не очень интересуются военными действиями все хотят мира хотя знаете как на официальных каналах все это еще будоражится уже там и япония возбудилась и опять разговоры про экскалацию все больше и больше вообще людям надоело нафиг это все просто надоело гуся иди сюда и я думаю я уверена что политики это тоже понимают просто че не совсем знаю выбраться потому что столько смертей ценки столько смертей столько потерь столько разрухи столько бед беженцев как все это можно оправдать так чтобы люди в конце концов могли все это простить и даже как говорят простите отпустить да как можно оправдаться после этого всего я не говорю не про одну конкретную страну не про одно конкретное государство я просто говорю про общий фон так сказать настроение по крайней мере здесь сша какие я вижу и поэтому делюсь с вами своими мыслями даже исходя из собственных каких-то ощущений я тоже не спала после 24 были моменты что вообще готова все было бросить и в украину лететь и выла скажем так когда в опасности были мои близкие вот сейчас конечно тоже есть тревога но я хотя бы могу же позволяю себе отключаться от накопления этой информации следить каждый день за военными действиями где они так происходят чей перевес сил по крайней мере уже у меня лично такого сумасшествия нет что я даже ну спать не могла ничего не могла делать и так было не только у меня а сейчас смотрю вот как бы все понемногу успокаивается ну люди привыкают видимо ко всему вряд ли к этому можно видите что хотят люди берет пип-пип-пип леди меня назвал так приятно мне не нравится когда моему называют вот какая весна прекрасная кстати хорошая погодка не жарко дома у меня еще куча дел по крайней мере вот я во себе служусь и научилась хотя бы чему-то радуюсь каким-то даже мелочам с мужем куда-то поехали он там пошутил мы с ним поржали быся тряпки ну какое-то внимание со стороны людей вот таким вот мелочам я начинаю радоваться и как бы знаете эти вот мелочи у меня сейчас на первом месте раньше были одни страдания вот все все плохо одни страдания жизнь боли так далее сейчас слава богу я вам тоже желаю знаете такого как это сказать равна не равнодушие а ровно дышать ровно дышать стабильно радоваться всяким мелочам не могу правильно слово подобрать в общем скажем так душевной стабильность желаю вам всем и желаю конечно мира сегодня наверное видео будет коротенько не знаю я сегодня дома муж мне предложил оригинальный отпуск пока что не буду оглашать знаете как человек планирует бог решает поэтому посмотрим кое-что сегодня промониторила по отелям ценам дальше будет видно боже за что люблю штат свой смотрите одно цветает другое расцветает вот что это такое какая прелесть какая прелесть сама нежность чуть не прошла мимо посмотрите даже не знаю что это дерево такое милище миска иди сюда иди сюда вот пока все это цветет буду показывать мне кажется это такая красота мы идем это ну вы знаете это инвестиционная по моему компания иди тянет меня смотрю таблички вроде бы поснимали это потому что я поругалась на них вроде бы этих табличек ядовитых нет а там стояло время 48 часов то есть мы сегодня побрызгали например траву потравили к сожалению дождей не было чтобы все это смыть смотрите какие трава поэтому 48 часов никуда не это самое по траве не ходить собак не пускать детей не пускать кстати бузьку нужно выкупать все всем хочет приставать халла идем смешно так что надо будет его купать малыша что все смеются с него скажи просто рыжий чуб и все ничего особенного пусть остается сдайся хелло бобби спрашивали меня как здесь люди одеваются тоже мы на той стороне мы на той стороне были женщина к бусику подошла у нее черно-синие волосы и синие такие насыщенные собачки там смотри ногти ну просто такие яркие вот там за кусами вот здесь вот стоит полиция видимо знаете как притаился и нарушителей ищет мы остановились пока не могу идти там собачка я не знаю какая там собачка большая ну она на привязи ну как бы а я через дорогу перехожу думаю здороваться мне с этим полицейским так лучше как вахнула улыбнулась что там за собачка молодой парень сидел за рулем ого там большая собачка Гуся давай с другой стороны зайдем давай иди сюда упирается ой господи сюда иди сказала так непривычно все водители машут рукой господи тут вон никакого ни перекрестка ничего все так смотрят на тебя знаешь обуся я не знаю что что они думают при этом а я с камерой хожу снимаю вот он в парк рвется а я не хочу туда противный какой а мы уже погуляли с ним немножко мы уже погуляли с ним немножко отец заметил здесь у нас такая крыша можно идти и с ней в башка попадет понимаете вот так вот внимание соседей да как они за всем смотрят молодец цветочки полью за одну блин не знаешь где тебя что подстерегают какая опасность он вот ходит здесь целый день видите и наблюдает за всем молодец дедуля он сначала нам сказал осторожно змеи а теперь вот говорит что-то с нашей ставней на окнах у меня кирпами не растут дождя так и не было кстати говоря и обычно другую кстати делают струю чтобы цветы не поломать но у меня сейчас одна рука вот другой телефон представляете то есть он полдня тут ходит меня увидел и сказал так сосед все еще на улице с телефоном хочу показать мусорка приехала кстати а он сначала поставил мусорку возле нашего бака а я сейчас собака выходила и не видела их кулька видимо он свой кулек бросил к нам в наш бак но я как бы не в претензии потому что это ну реально хорошие соседи считаю что нам с соседями повезло ну просто странно где его жена куда он звонит и почему он на улице целый день ведь мусорка какая большая а это вот наш бак стоит а его кулька нет уже он его сначала вынес потом прислонил к нашему баку этот черный вот возле белой машины это наш бак а сейчас я смотрю кулька нет вот ну у нас мусорный день забирают вот боже когда я уже эти украшения сниму они меня уже раздражают окончательно надо сегодня снять так что вот так вот у нас с соседями тесное как говорится общение желаю вам чтобы у вас были хорошие соседи эти мальчики бегают забирают все но это еще та работа конечно не потаскать все это мексиканцы но они такие трудяшки на сосед все звонит надеюсь у него все хорошо а ну сколько там кульков из нашего бака он заберет интересно ай какая разница не жалко так что еще раз с хорошим и вам соседи мне всегда везло на друзей на соседей спасибо за просмотр за внимание раз два три кульки считаю 4 5 да они свои кульки к нам побросали с мусором у нас столько кульков не было ну да бог с ним а я еще с собакой выхожу знаете он посмотрел на этот бачок вот этот вот дедушка я оглянулся и ничего мне не сказал и потом начал говорить что у нас там вроде бы ставня не крепко держится на втором этаже вот спасибо за внимание к нашему провинциальному городку и к нашей жизни пусть у вас все будет хорошо даже замечательно подписывайтесь не жалейте лайки увидимся до встречи всем пока Продолжение следует...